Жильцы дома номер 7А по улице Вокзальной подозревают управляющую компанию Промстроймонтаж в том, что она скрывает доходы, полученные от магазинов, расположенных на первом этаже. Помещение входит в состав дома, однако в финансовой ведомости, которую получает ежеквартально старшая по дому, ни о каких отчислениях магазинов и речи не идет. Отчеты, да, управляющая компания мне предоставляет. Я почему начала сразу бить тревогу и запрашивать информацию по магазину, потому что дом составляет 5 с чем-то, точно не помню, квадратных метров. Мне что-то управляющая компания предоставляет за 3,851 квадратный метр. Остальные-то где? За остальной метраж-то где деньги? И что вообще с ним происходит? На кого он оформлен? К чему это все относится? Ответа нет. Долги вешаются постоянно на дом. Вернее, делается раздел счета, наверное, для того, чтобы никто ничего не понял. На одном счету у меня идет минус, на другом счету у меня идет плюс. Когда я прошу что-то сделать с плюсом, там, отмостки залить, да, или штакетник поставить, что-то, говорят, а мы не можем. Почему не можете? Ну, у тебя же там минус. Шило в мешке не утаите. Жильцы узнали, что в магазины вроде как платят в управляющую компанию примерно по 7 рублей за квадратный метр. Если это так, то в год получается около 300 тысяч рублей. Достаточно хорошая сумма, на которую можно что-то сделать для дома. А без этих магазинных денег на счету минус. Сейчас, на данный момент, денег, если они сейчас миксовать вот этот плюс, который у меня есть, и который минус, получится минус 30 тысяч на дому, да? По слесарям, по работам, которые проводят слесаря. Но, опять же, это деньги только с жильцов. Деньги, которые поступают с магазинов, их нету. И я не знаю, где они. На эти вопросы они мне... А, нет, вчера мне ответили, что по поводу магазинов произошла какая-то ошибка у них в бухгалтерии. И сейчас они будут разбираться с этим и, наверное, как-то перерасчет делать или еще что-то. Если сейчас всплывет, что, да, действительно, денежные средства с магазинов поступали и их выявят, то я буду добиваться того, чтобы их перевели на счет дома. А между тем, жильцы недовольны не только непонятной ситуацией с финансами. Они заявляют, что промстроймонтаж практически не занимается их домом. У нас бомжатник. Идемте к нам в подъезд зайдем. Вы посмотрите, какой цоколь, а? А дороги у нас здесь чего, а? Он хоть бы раз к нам пришел и к нам хороший вопрос задал. Я никогда не видела, чтобы как-то вот так плохо велись дела по дому и никакого контакта не было. Ну, не знаю. Я первый раз с таким столкнулась. Я хожу по другим дворам, да. Там дворы замечательные. В подъезд заходишь, ремонты сделаны. Но, опять же, это же надо как-то управляющей компанией работать со старшими по дому. Здесь подъезды все рушатся. Подъезды в ужасном состоянии. Там идешь, и просто краска сыпется. Ступеньки рушатся. Вот сделали они ступеньку. Засыпали ее не то что раствором, а песком. Вот там вот песок, там цемента, наверное, прям мизер был. Мы подошли с жильцами, мы дотронулись до этой ступеньки. Она просто обвалит. Она начала сразу крошиться. Ну, замазали. Там сделали сварку. Потому что даже они сделали так, что даже арматура торчала. Вот тут вот эти вот железочки. Ну, на утро я пришла, замазали жидким стеклом. Я так понимаю, арматуру-то приварить приварили, слава богу. И просто замазали это все жидким стеклом. Все. Не нравится управляющая компания. Плохо работает. Ну, а что конкретно вас возмущает в работе компании? А вы что считаете? Вы подъезды были? Пойдемте зайдите, посмотрите. Какие у нас подъезды, какие у нас дороги. Какое у нас все. Что хорошего-то, девчонки? Если у нас столько магазинов, они куда все это деваются, этих магазинов, я не знаю. Вы скидывались жильцами, да? Конечно, мы уже три раза скидывались. Я не знаю, на протяжении, может, десяти лет, но ничего не сделалось. Спасибо, Милена, сделала первый и второй подъезд. Там потому что стена перекрыта, ну как, в подвале стена там выложена полностью как-то от магазинов. Там раньше были склады или что. А дальше, по-моему, ничего и не делано. На уровне слухов жильцы узнали, что управляющая компания планирует банкротиться. А значит, вернуть деньги на счет дома не получится. Мне сказали, что они объявляют себя банкротом и переименуются в ООН-навигатор. Будем ли мы работать с навигатором, пока не знаю. Если они предоставят нам хорошие условия, да, и будут, наконец-то, хотя бы как-то работать с нашим домом. Потому что промостроймонтаж не делал абсолютно ничего. Состоялся у меня разговор с главным инженером, который будет директором ООН-навигатор. Мы попробовали мирным путем. Он попросил меня решить вопросы мирным путем. Но условие такое, чтобы я забрала жалобу. Чтобы я забрала свое заявление из жилищной инспекции. Я посоветовалась с советом дома. Мы вчера собрались, подумали. И забирать заявление мы не будем. Пускай разбираются с Каменчуком, Русланом Сергеевичем, и пусть разбираются с управляющей этой компанией промостроймонтаж. Потому что я считаю, что деньги отмыты на этом доме. Мы обратились в промостроймонтаж за разъяснением ситуации. Однако директор компании Руслан Каменчук ответил по телефону, что его нет в городе. А ответ будет держать главный инженер. Старшая по дому, она пришла не так давно, стала старшей. Там были, как сказать, всякие старшие, такие, сякие. Она просто человек, я так понимаю, с юридическим образованием. Ну и решила здесь, как сказать, немножко, как сказать, вот это все выяснить в данный момент. Деньги поступают от нежилых помещений в полном объеме. И они тратятся и на содержание, то есть на содержание самой, то есть дома и управления. Рассуждать о том, что мы где-то скрываем какие-то непонятные доходы, я считаю, что это беспочвенно. Эти деньги, которые идут на содержание, на саму даже управляющую компанию, это наша зарплата. Это, как говорится, не то, что это наши деньги, это наш тариф. Я должен как? Я должен содержать дом и по текущему ремонту, деньги, которые идут именно по статьям текущего ремонта, я даю полный отчет, куда они ушли. Остальное я все, это наш тариф. Я его, например, желательно, конечно, его и больше иметь, но у нас так получается, что жители просто не могут больше оплачивать. В среднем там идет 12 рублей с копейками на 5 этажах. Юридический клипс, магнит или прочее, вы получаете более или менее? Вот знаете, в данный момент, как мне сказал мой юрист, я не имею права это дело озвучивать, потому что, я еще раз говорю, что в этом отношении содержание они оплачивают в полном объеме, и в договоре есть еще раз кондифициальности. Значит, то, что оплачивают юридические лица с объектов торговли, попадает в определенном объеме в общий котел на счет дома? Не в общем объеме, а, будем так сказать, общий объем для, я имею в виду сейчас, 100 для жителей. Ну, в нормативных зарплатах определенных жителей. Да, в той части, которую они по квадратным метрам оплачивают. Вопрос состоял у старшей по дому в том, что в этой ведомости она видит квадратуру за вычетом. Я вот еще раз говорю, что она вот не увидела в этой, то есть то, что в квартальной ей отчитались, она этого не увидела. Но я еще раз говорю, что в годовой, который потом делается, для проведения там отчетного собрания, в годовой, там все эти суммы есть. Все-таки про ведомость. Почему не отображаете нежилую площадь в регулярных ведомствах предоставляемости? Ну, будем говорить так. Ну, здесь так получилось, что они не смогли указать. То есть, например, деньги не увидели, они их не вставили. В следующий, как сказать, в следующий отчет, в следующий отчет, она их увидит. Они ежемесячные отчеты? Нет. Квартальные? У нас идут квартальные, да. А потом, я почему и сказал, что бывает, что в квартальный в один не попадет, потому что, например, деньги сразу не поступили, бухгалтериат не увидал. Потом оплатили за квартал. В следующем отчете она их увидит. Старшая по дому, я так понимаю, в течение года, много, ни в одном отчете квартальном она этих не видела. Зачем? Когда? Ну, вы знаете... Либо вам не платят вообще, и вы не ведете претензионную работу? Нет, нет. Вы опять, я вам только что сказал, что нам оплачивают, и договора съесть у нас сниженными помещениями. Претензионную работу я вам только что озвучил, что на 18-й квартире бодали, и мы взыскали. В данный момент, как главный инженер, я, может быть, некоторые моменты сейчас не могу вам озвучить, по финансовой, а по такой отчетности, потому что это немножко не мой вопрос. Чисто технически я вам еще расскажу, продумываю все остальное. Вот. А как в своих рамках, в своей работе? Правда ли, что вы банкротитесь? Нет. Потому что нам рассказали, что ваши фирмы отработки, 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 отработки. Что это за банкротство? Ну, я не знаю, вы где-то читали... Вы не сказали, что это же старшая подруга. Ну, нет, я не знаю, что она вам сказала. Это все равно, что банкротство, банкротство, оно, если не ошибаюсь, оно сразу где-то пропечатывается, что у фирмы начинаются какие-то эти процессы. Поэтому я вам скажу, что таких сведений у меня нет. Процедура банкротства сейчас не идет. Да не идет, мы работаем. Старшая подому решила идти до конца и написала жалобу в региональную жилищную инспекцию. И на действия, и о том, что управляющая компания не отвечает на мои запросы, на то, что управляющая компания вообще ничего не делает для дома и никак не реагирует. Я жду сейчас результатов проверок, что мне ответит жилищная инспекция, администрация. И, соответственно, я буду подавать суд, конечно.